Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о художнице из Кемерово. Точнее, она там родилась в 1983 году. Девочку звали, ну, в принципе, и зовут Таня Татьяна. Но когда она родилась, не ее родители, ну, не она сама, конечно, не могли даже догадаться, что в далеком будущем она станет знаменитой художницей. У нее будут выставки в Базеле, Венеции, а Третьяковская галерея, Пушкинский и Русский музеи возьмут ее творения в свои стены. Всего работы не менее 200, но ни одну из них нельзя назвать стопроцентной живописью. Она использует нити и холсты. Ее работы скорее напоминают частичную вышивку гладью или крестиком. Многие скажут, какие непрактичные картины, их ни постирать нельзя, ни пыль с них смахнуть. Возможно. Но зато, как может порадоваться ваш котик, когда возле картины увидит клубок с нитками, и он захочет поиграть, а трогать его нельзя. Но он-то об этом не знает. Татьяна мастер инсталляции. Ее выставки напоминают такие многослойные, сложные цветные паутины. Нити появляются из одной картины и плавно переходят и исчезают в другой. Но это, между прочим, тоже искусство. И очень даже не дешевое. Безусловно, себестоимость ее работы рассчитать не так уж и сложно. Стоит знать стоимость ниток, ну хотя бы примерную стоимость холстов. Вычтить эту сумму из стоимости картин, которые начинаются, между прочим, от тысячи и заканчиваются десятью тысячами долларов. Но не стоит забывать, что кроме идеи, еще постоянные спутники это транспортировка и аренда выставочных залов. Ну не знаю, если бы Татьяна Ахмедгалиева, наша сегодняшняя художница, привезла бы свои работы, ну хотя бы во Владивосток, я бы, например, с удовольствием сходила. Потому что живопись классическая, она уже и так себя зарекомендовала. А вот что-то новенькое, это всегда интересно. Сейчас отправимся в мастерскую, где Ксюша Ильина уже готовит свою инсталляцию с нитками, ну и, конечно же, красками. Куда же без них? Смотрим. Привет, я Ксюша, и сегодня мне понадобится обратная сторона мольберга. Сейчас я буду работать за Татьяну Ахмедгалиеву. Мне понадобится нитка для ее работы. У меня есть эскиз, по которому я буду рисовать. Я беру большую кисточку, красный цвет, и немножко зажажаем ее. И начинаем закрашивать это яблоко. Мы берем охру и закрашиваем сердцевинку яблока. Сейчас я закрашиваю плодоножку и сердцевинку яблочко. Я делаю брызги. Это прикольно. Сейчас я беру шиво и протыкаю несколько дырочек плодоножки. Я отрезала бечевку. И сейчас мы будем ее продавать в дырочке, которую мы сделали. Сейчас я перенесу веревочку отсюда сюда. Две половинки яблок я соединила веревкой. Сегодня я была за Татьяну Ахмедгалиеву. И это моя картина, которую она, возможно, нарисует. Ну что же, Ксюша, у тебя получилась не просто вышитая работа, она получилась частично вышитой, прорисованной. И это даже, на мой взгляд, даже еще интересней. Классно. Это такой хендмейт, хендмейт, хендмейт. Сегодня мы вам доказали, что любая, даже самая странная идея имеет место быть. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом, развивайте то, что вы уже делаете, и результат непременно будет. Осталось подождать совсем-совсем чуть-чуть. Экспериментируйте и восхищайте публику, а заодно повышайте свой рейтинг. Ну, возможно, и повышайте свой доход. Почему бы и нет. С вами была Мария Нестерова, художник и любитель творческих экспериментов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok